Сегодняшнее совещание районного актива ввел первый заместитель глава администрации Хасаевтовского района Багаудин Мамаев. В начале совещания Багаудин Гаджи Мурадович от имени главы района Джанглаза Шапиевича поздравил присутствующих в их лице всех жителей района с Днем Конституции Российской Федерации. Пожелал мира, добра и благополучия во всем. Всемы граждане Российской Федерации, для нас это день Конституции, это не простой официальный праздник, но и памятный день принятия документов, благодаря которым мы сегодня гордостью называемся россиянами. Можем участвовать во всех политических, экономических, социальных происходящих процессах в нашей стране. Конституция была принята 12 декабря 1993 году и наш долг знать и четко соблюдать все заложенные в Конституции нормы. Конституция дает нам возможность эффективно решать текущие задачи, двигаться стратегическим целям. Уважаемые коллеги, это не просто слова, все мы люди, которые занимаем руководящие должности, на нас смотрят наши жители. И от того, как мы себя ведем и как мы соблюдаем Конституцию, от этого зависит успех нашего района, республики и страны. С праздничным докладом выступил проседатель собрания депутатов муниципального района Магомед Магомедович Лабазанов. Лератство декабря – особая дата в истории нашего государства. В этот день в 1993 году была принята Конституция Российской Федерации. Конституция – это ядро всей правовой системы России. Она определяет смысл и содержание других законов. Знать и уметь применять главный закон страны – это норма цивилизованной жизни, мощный рычаг для получения ее качества. Чтить основной закон, как государственный символ своей страны, значит быть патриотом. Патриотизм, гражданская ответственность начинается с малого. Заботы о родных и близких, о земляках, о своем селе, о своем районе. Очень важно воспитывать это понимание в подрастающем поколении. Тогда мы сможем быть уверенными в завтрашнем дне. Поэлизовывать новые смелые проекты, развивать и совершенство всего отрасли хозяйства. Сможем жить в сильном правовом государстве, в стране и гражданским обществом. Динамичный экономический рост, прочные позиции России на мировой арене являются прямым следствием стабильности правового пространства, основу которого составляют права и свободы гражданина, заложенные в Конституции Российской Федерации. Опираясь на идеи и принципы Конституции, удалось создать условия для стабильного развития России. Принимаются последовательные шаги для улучшения качества жизни различных категорий граждан. Реализуются приоритетные проекты по наиболее значимым сферам развития страны, определенные президентом Российской Федерации. Благополучие любого государства зависит от совместного умения работы, от способности находить новые решения для создания растущей экономики, укрепления демократических институтов, улучшения качества функционирования органов региональной и муниципальной власти. Соблюдение конституционных норм, ответственный труд, единение власти и народа – это залог развития и процветания государства. Сегодня в нашем районе делается все для того, чтобы качественно улучшить жизнь населения, создать благоприятные условия для проявления гражданской инициативы, для широкого участия граждан в обсуждении и принятии решений по вопросам социально-экономического развития нашего муниципального района. Гарантом нашего продвижения вперед, динамичного и устойчивого социально-экономического развития республики и страны, служит именно конституция. И наш долг бережно относиться к основному закону Российской Федерации, неукоснительно следует заложенным в нем нормам и общенациональным ценностям обеспечить права и свободы граждан. Уверен, что гражданская активность и ответственные жители нашего района позволят реализовать заявление в конституции права и свободы каждого человека, гражданина нашей великой Родины. От имени собраний, не буду от муниципального района, я от себя лично поздравляю всех вас и вашим лицам всех жителей муниципального района с днем конституции. Желаю вам уверенности в завтрашнем дне, доброго отношения друг к другу, здоровья, счастья, успехов, на блога нашего района, республики и страны. С праздником, дорогие друзья! Далее совещание продолжило свою работу. В начале с информацией выступил Мусимари Султан, управляющий делами администрации. 2 декабря в администрации муниципального района по инициативе администрации главы правительства Республики Дагестан состоялось в повещании в режиме видеоконференц-связи под руководством руководителя администрации главы правительства Республики Дагестан Иванова Владимира Валерьевича по обсуждению вопросов реализации проектов «Мой Дагестан, моя вода, мой Дагестан, мои дороги» и «Комфортная городская среда». В работе с электронным совещанием принял участие глава муниципального района Салау Джамула Шабиевич. 2 декабря в здании администрации муниципального района состоялось совещание в режиме видеоконференц-связи под руководством заместителя министра промышленности и энергетики Республики Дагестан Ильясова Роберта Ильясовича по вопросу задолженности и обеспечения текущих платежей за поставленные энергоресурсы. В работе с совещанием приняли участие заместитель главы администрации муниципального района Касимова Вакиталья Канеки и начальник бюджетного отдела финансового управления муниципального района Мамаева Диана Сабиумаевна. 3 декабря в городе Кизляре в молодежном центре культуры состояла встреча главы Республики Дагестан Василиева Владимира Абдольевича с представителями Совета старейшин городов и районов органов местного самоправления Северного территориального округа Республики Дагестан по вопросу реализации приоритетных проектов в развитии Республики Дагестан. От Касимского района в мероприятии приняли участие члены Совета старейшин муниципального района во главе с помощником главы администрации муниципального района по вопросам противодействия коррупции администрации муниципального района Осейковым Султан Шарипом Бадировичем. 3-4 декабря в городе Минеральные воды по инициативе Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа состоялся 4-й бизнес-форум «Инвестеры в Кавказ» по обсуждению вопросов поддержки малого и среднего предпринимательства развития агропромышленного комплекса и развития горнолыжного туризма. Открыл работу мероприятия заместитель председателя правительства Российской Федерации Лутко Италий Геонтьевич в работе форума принял участие заместитель главы администрации муниципального района Муртазалиев Харула Гасанович. 4 декабря в Доме правительства Республики Дагестан под председателем заместителя председателя правительства Республики Дагестан Джафарова Рамазана Джафаровича состоялось заседание правительственной комиссии Республики Дагестан по обеспечению безопасности дорожного движения. В работе заседания принял участие заместитель главы администрации муниципального района Бакиев Имам Ашап Учухович. 4 декабря в Доме правительства Республики Дагестан под руководством первого заместителя председателя правительства Республики Дагестан Карибова Анатолия Шамсудиновича состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии правительства Республики Дагестан по обсуждению вопроса о состоянии инфекционной и паразитарной заболеваемости в Республике Дагестан, об эпидемической ситуации кори крымской геморрагической литератки в Республике Дагестан. В рабочем заседании принял участие заместитель главы администрации муниципального района Касимов Клакедарий Каныч. 4 декабря в здании администрации муниципального района под руководством первого заместителя главы администрации муниципального района Мамаева Багалтина Гаджимрадовича состоялось совещание с сельхозтоваропроизводителями муниципального района по вопросу выявления информационной занятости и трудоустройства инвалидов. 4 декабря в здании администрации муниципального района состоялось совещание в режиме видеоконференц-связи под руководством заместителя председателя правительства Республики Дагестан Толстикова Екатерина Андреевна по вопросу организации работы по выполнению протокола координационного совещания корпорации малого и среднего предпринимательства. В работе совещания приняла участие начальник управления экономики и имущественных отношений администрации муниципального района Абакарва Дженетка Младеновна. 7 декабря в городе Махачкале в историческом парке «Россия. Моя история» под руководством заместителя председателя правительства Республики Дагестан Екатерины Андреевны состоялось семинар совещания по вопросу имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан. В работе семинар совещания приняла участие делегация Аксайского района во главе с главой муниципального района Салабом Дембачепича. 7 декабря в Косоюзский район с рабочим визитом прибыли депутат Народного собрания Республики Дагестан, общественный координатор проекта «Мой Дагестан. Маля Вода» Анна Безурокова и начальник отдела социальной инфраструктуры государственного хозяйственного учреждения Республики Дагестан, дирекция Единого государственного заказчика Курбан Джамалов с целью инспектирования строящихся объектов, водопрожения в сельских поселениях Бон Матюр, Солочная и Катрата. Общественного координатора встретил и сопровождал поместитель главы администрации муниципального района Касимов Квартид Аликанович. Погубин Гаджимурадович, общественно-политическая ситуация на территории муниципального района спокойная, очагов возникновенных конфликтных и протестных акций не зафиксирована. Вы как заметили, что 7 декабря к нам приехала делегация с общественным координатором Анной Безруковой и с ним приехали рад руководителей. Причем также хочу информировать вас, что на этой неделе мы ждем большие делегации. Это с правительства будут и кураторы по разным направлениям. Они будут выезжать по поселениям, они будут выезжать по водоснабжению, по комфортной среде обратно будут выезжать, по всем объектам, социальным объектам, по всем программам, в которые мы участвовали. Это значит, что они будут заезжать во все поселения. По приезду Анны Сергеевны могу сказать, что да, работа идет хорошо, все довольны, а увидены работами довольно качественная работа, в сроке улаживаемся. Но обратно же придорожная полоса по поселениям было замечание. Сделано ряд фотографий, чтобы придорожная полоса направления Бар-Матью в сторону Кадаратара были в ужасном состоянии. Вот наше лицо. Мы что-то делаем хорошее с одной стороны, с другой стороны мы не можем соблюсти линитарные правила гигиены и санитарии, чистоту соблюдать. То, что идет проверка прокурорская, это одно. Глава района Джамблаз Шапевич дал указание работникам РОВД, чтобы они тоже провели рейдовые мероприятия. Сделали фотографии после этого приезда на все мусорные свалки, на все придорожные полосы. И ему на личный телефон сразу же скидывает информацию. Поэтому все придорожные полосы, у вас срок 2 дня, чтобы провести на ближайший вид. Потому что сегодня, завтра, вот вчера был ВКС, на ВКС все эти вопросы обсуждались, Иванов проводил ВКС. На ВКС были очень затронуты жестко все проблемы. Будет приниматься непосредственное решение уже на листах. До пятницы он собирает полностью информацию по всем объектам, по всем артемным пунктам. Сегодня Джамблаз Шапевич 3 часа у председателя правительства Артема Алексеевича проводит совещание по тяжелым бутылочным ходам. Поэтому 2 дня в он сроку, чтобы вы привели все это на ближайший вид. Вот хамайот, идеально сделал, солнечное. Дядь поселения, Асмайюрт красиво сделал, Тимирабук сделал, Баташюрт сделал, Чаваратар сделал. Спасибо. Красиво сделали, Садовая сделал, один из первых. 2 дня приведите на нарушить свою территорию. Что касается контейнерных площадок, Валерий Александрович, у вас до пятницы информацию Джамбла Шапевича полностью. По мусорным, по легонам, временным площадкам. Говорили, чтобы их загородили. Вы, чтобы они понимали, вы с кем едите? С прокуратурой. Мазаданин, Зунова, там, прокуратура. Вся информация куда уходит? На прокуратуру, с прокуратурой правительства. В тот раз я вам говорил, те села, которые не отработали. Еще раз перечисляю. Аккулатюрт, Байрамаул, Баматюрт, Батайюрт, Дзержинская, Карлонюрт, Муцалаул, Новососедли, Нурадилова, Первомайская, Покровская, Сулевкент, Петербикала, Шагада. Вот эти контейнеры флошадки в срочном течении недели, цветные фотографии скидывают ЖКХ. Мусим Аглумажитович также зачитал протокольные поручения. Ответственные докладывали о выполнении данных поручений. Поручить Муртозалиеву Нурле Гасановичу Абакару и Денет Комалдированию в соответствии с протоколом совещания у первого заместителя председателя правительства Республики Дагестан Гусейнова Гаджи Магомеда Гаджи Бутаевича 28 ноября 2019 года обеспечить выполнение мероприятий дорожной карты по созданию благоприятных условий введения предпринимательской деятельности, утвержденной распоряжением правительства Республики Дагестан от 6 ноября 2019 года. Поговорим Гаджи Магомедаевич, по данному вопросу информирует Муртозалиеву Нурле Гасановичу. В этой неделе состоялся форум в институте Кавказа, я принимал участие. Это то внимание, которое государство выделяет предпринимательской деятельности по всем направлениям развития агропромиссенности или производства любое, которое человек хочет заниматься, сегодня на встречу в государстве идет. Там были представители крупного бизнеса, там были представители сетбанков, очень много программ, все банки готовы сегодня на встречу идти, нам и требованы процентные ставки. А 4% сегодня идет, речь, государственная поддержка большая идет, к работе заниматься в государстве. Сегодня нужно в первую очередь привести документы порядок, и дальше по программам у нас есть отдел экономики, люди, которые занимаются, кто хочет заниматься, может прийти, по всей информации у нас на сайте, муниципальное образование тоже есть, обращайтесь. По данному вопросу, по протоколу, у нас 28 ноября 2019 года состоялось в совещании у первого заместителя председателя это правительство Гусейного Гадима Гаджи-Бутаевича по вопросу о предпринимательных мерах по созданию благоприятных условий введения предпринимательских деятелей в Республике Дагестан в рамках национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Обсуждается вопрос исполнения плана мероприятий дорожной карты, утвержденной в распоряжении правительства Республики Дагестан от 6 ноября 2012 года номер 331. Муниципального образования ХССГ ведется работа по популяризации предпринимательских деятельностей через сайты муниципального образования и через средства массовой информации. Вы знаете, число субъектов малого и среднего предпринимательства за 9 месяцев 15 года составляет 1834 единицы, из них малые предприятия 258 единиц, индивидуальный предприятий ИП 1576 единиц. Оширяется легализация предпринимательских деятельностей в сокращении неформального сектора экономики. На 9 декабря на учет поставлено 369 индивидуальных предпринимателей заключенных в трудовых соглашении 1473. Это огромная работа, ежедневная работа, которая идет в наше поселение. И дальше надо продолжать. У нас вот то, что мы говорили, Рак здесь возмущался откуда деньги. У въезда села более 20 объектов в одном круше, мы не считали. Все они, если в законном порядке будут, регистрации пройдут, если они будут платить налоги, и во всех будут оформлены трудовые соглашения, мы уже проводили с начала года по автозаправочным станциям, по бакетным залам. Фактически по автозаправкам по всем 53, у нас которые работают 45, по всем мы оформили, где 5 человек трудовых соглашений, где АЗС 3 человека. Фактически 173 человека трудоустроены в автозаправочной станции. Какое внимание этому уделяется государство, вы видите еженедельно. И какая работа пропорционально у нас идет, это поступление налогов. Дальше тоже эта работа продолжается, так что нужно поддерживать, кто хочет. Любой может обратиться в ваше поселение, в администрацию муниципального образования. И на сайте вся эта информация есть. Мы всегда поддерживаем. Поручить Муртузалиеву, Нурлегу Санычу, Абакару, Дженетку Малдиновне, Алибиеву, Тулфару Грахмановичу в соответствии с протоколом совещания в Министерстве промышленности и энергетики Республики Дагестан под руководством начальника управления топливно-энергетического комплекса Алибиевского Магомеда Гадиса Исхаковича о несогласованном выделении и застройке земельных участков нефтегаза конденсатных месторождения 21 ноября за номером 02-10-2019 осуществлять согласование с АО «Дагнефтегаз» по АО «НК Роснефть» при выделении земельных участков на территории нефтегазо-конденсатных месторождений. При выявлении нарушений в границах охранных санитарно-защитных зон на отводах нефтегазо-конденсатных месторождений выдавать предписание о приостановке несанкционированного строительства. По данному вопросу информация к подготовленному подавлению Рома Досовича. При образовании земельных участков администрация муниципального образования Хазаевского района проводит согласование со всеми заинтересованными службами нефтегазового и электричественными линиями. При выявлении нарушений охранных зон проводим работу по устранению нарушений. Для привлечения специалистов, для выявления земельного участка, при выделении земельного участка, по которому проходят газопроводы, линии, телефонные связи, согласуем с ООО «Газпром Трансгаз Махачкала» и ООО «Россети». Также к нему будет сказано, у нас уже два года проводится работа по охранным зонам. Вы прекрасно знаете. Газовая сеть около 54 объектов было у нас. Из них мы около 7 объектов снесли. Дальше тоже работа продолжается. Уже месяца два мы занимаем охранные зоны линии электропередач. С 7 поселений у нас общих объектов было здесь около 30 чем-то объектов и одно поселение с 16 земельных участков. Вам вот те поселения, которые я еще раз озвучил, вам была команда дана, полностью должны представить документы. Это село Могилевское. Один объект. Разъезд Барьян. Один объект. Затем руководители структурного подразделения отчитывались о проделанной работе. Так Идр Загалов, начальник управления сельского хозяйства, говорил о синхозработах. Все работы проводятся по подготовке к весне. Завершается посадка настоящей армии сады. И на сегодняшний день состояние оземокультуры удовлетворительное. И в настоящее время появилась жужжница. Это такой жуж, который уничтожает наши растения. И Северное-Скодвитие занимается обработкой против нее. Также и гиперкопастыная постоянная идет настоящий контроль за поведениями горизонами. В прошлой неделе Федеральный государственный бюджетный учреждений в Меликовой хоз провели совещание по предварительным итогам за 2019 год и по планированию мероприятия за 2020 год. И к сведению всех наших селоспроизводителей и всех людей, которые касаются вопроса мелиорации, связанных с водой, там вопрос стоит такой, что новое. В этом деле это заключение договоров по паспортам мелиорации. Все селоспроизводители, конечно, в следующий день заключают договоры по паспортам мелиорации, то есть по своему силу обороту заключают договоры, то есть по необходимому количеству конкретному производительному продукцию. Во всех школах проводятся мероприятия, посвященные различным праздничным дням. Об этом информировал Крымсултан Кабардиев, начальник районного управления образования. 3 декабря в образовательных учреждениях района пошли мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов. 4 декабря выпускники 11 классов написали итоговое сочинение, которое является допуском к участию в государственной итоговой аттестации. Всего было заявлено 456 участников. Явилось 455, из них один писал изложение. Не явился один выпускник, обучающийся, получивший неудовлетворительный результат и не явившийся на итоговое сочинение, смогут написать его дополнительные сроки 5 февраля и 6 мая 2020 года. 5 декабря 84 учащихся общеобразовательных учреждений Хасаверского района выехали в Республиканский детский центр «Солнечный берег», где они участвуют в смене новогодних чудеса, которые будут проходить с 5 по 25 декабря. С 5 по 7 декабря в шести образовательных учреждениях Хасаверского района прошли патриотические форумы, помните, через века, через года. Приуроченные к празднованию 75-й годовщины Великой Победы проводил мероприятие патриотический отряд СКФО «Славное поколение», руководил отрядом от полковника пограничных войск Виктор Лазовой. 8 декабря в рамках реализации республиканского проекта «Культура детель Дагестана» 50 учащихся Хасаверского района посетили культурные достопримечательности столицы нашей республики. 7 и 8 декабря прошли олимпиады, муниципальный этап по предметам химии и технологии среди учащихся 7-11 классов, где приняли участие около 400 школьников. И 9 декабря началось нанесение голограмм на учебники издательства просвещения, которые поступили накануне. Это нехватающие учебники первых и девятых классов в количестве 2500 штук. По медкабинетам у нас как-то затихли. Да, по медкабинетам у нас... По мрачкали, что они там молчат. Единственное, у нас было, вот когда мы были в медседионном отделе на здраве, там было 4, они сказали, что сейчас 4 школы еще пропустят, там все документы соответствуют. О работе Центральной районной поликлиники и о выделении детского питания говорила Рабет Адельханова, заведующая данного медицинского учреждения. За прошедшую неделю у Хасаевсовского ЦРВ было 2530 посещений, из них 1040 детей. В детское отделение ЦГВ мы госпитализировали 5 детей и 2 ДРГВ город Махачкала. Продолжается выточа бесплатного детского питания. Согласно графику, на Хасаевский район было получено детское питание на сумму 9 355 518 рублей. Это на 2355 детей. Дети из малообеспеченных семей, до года и дети инвалиды. Со склада детского питания производится у нас ежедневно. На сегодняшний день более половины уже получили детское питание. Флюорографическое обследование проводим и в поликлинике, и в выездной. Флюороустановка работает. Я в прошлый раз тоже обращалась, чтобы также главы поселения помогали, чтобы более плодотворно проходило у нас это флюорообследование на местах, когда к ним приезжают. За неделю у нас 483 человека прошли это обследование. Выявили мы с патологией легких 6 человек. Они будут обследоваться противотверкозным диспансерем. И 2 человека с патологией, сердечно-сосудистой патологией, будут обследоваться у нас в поликлинике. У нас состоялось аппаратное совещание, на котором мы были все главы, главные врачи структурных подразделений, обсудили работу по диспансерации взрослого и детского населения, выполнение плана посещений. Всем главам ЛПО дано поручение, чтобы они провели анализ работы за год, выполнение плана посещений, чтобы провели смертель с русскими специалистами и подготовились к сдаче годовых отчетов. Ну, хотелось бы немножко подробнее остановиться, если есть время на теме, которая очень нуждается в том, чтобы ее озвучили, это по поводу ВИЧ-инфекции. У нас сегодня в Махачкале, в республиканском, центральной инфекционной инфекционной больнице проводится обсуждение смертных случаев от ВИЧ-инфекции, именно по Хасавертовскому району. У нас умерло за 2019 год три человека. Это один мужчина и две женщины. Багаудин Ганчин Мурадович отметил слабую работу по трудоустройству инвалидов в Центральной районной поликлинике и поручил ответственным усилить работу. Отдел культуры, национальной политики, туризма совместно с приглашением ответственных работников администрации Хасавертовского района, отдела АТК, провел мероприятие по профилатке терроризма и экстермизма. Проводится мероприятие. Мероприятие провели во исполнении протокола антироссийской комиссии Хасавертовского района. Было проведено мероприятие 27-го числа в Центре традиционной культуры, куда были приглашены дети разных и разного социума. Там принимали участие было 4-5 детей, основными участниками были 150 детей. Туда были приглашены работники прокуратуры, работники АТК, работники правоохранительных органов, так как эти мероприятия были руководители этих организаций находятся, то есть членами терроризмской комиссии. Пункт, я как уговорил, уже было позначено за заседание терроризмской комиссии. Проводятся мероприятия по подготовке, проведение долгодных мероприятий. Провели мероприятия по следующему Днигу Героев. Во всех библиотеках и Центре традиционной культуры были проведены мероприятия с участием молодежи. Далее также отчитались руководители других структурных подразделений. Зухра Али Султанова, знаменитый начальник управления, говорила о сборе налогов за землю и имущество, о неформальной занятости населения. А Багадин Гаджимурадович поинтересовался, почему некоторые главы сельской администрации отработают так слабо. Багадин Гаджимурадович, ситуация по налогам у нас пока идет нормально. Я думаю, что мы год завершим с хорошими показателями. Есть, конечно, отдельные главы, которые до сих пор нас не до конца услышали. Это, как обычно, Первомайская, это, как обычно, ВМАУ, это Шагата, и по Алирусской, и тоже налоги. Да, налоги, естественно, мы платим. Но, уважаемые наши главы, уважаемые руководители структурных подразделений, я на каждом совещании вам говорю, у вас остаются долги за должности. Может быть, где-то говорят, что налога виновата. Кто бы не был виноват, долги были обязаны закрыть. Паня Санкт-Петербург, за прошлый день в составе 20 протоколов, 20 протоколов. Начальником отдела и руководством МВД в Таикстане жестко стоит вопрос насчет этого. Так что каждый день у нас тоже сообщение. Под контролем, что я так буду. У нас составлено протоколов, в общем, за неделю 502, там по линии ГИБДД 369, по линии ТЭК 33, как сказал, по линии Санкт-Петербург, по оружию 5, снято плёс, покрытие 10, задерживая автотранспорта 5. Далее Багадима Маев рассмотрел вопрос актуализации ОКСов и отметил положительную работу некоторых глав сельской администрации. Вахит Касимов заместил глава администрации района, ещё раз вернулся к вопросу по трудоустройству инвалидов. С его слов, в нашем районе 8 873 инвалида, а работает всего 1663. Мы уже не первый раз говорим о трудоустройстве инвалидов, хотел бы несколько слов сказать. Речь идёт о реализации федеральной программы «Доступная среда». Сегодня поставлена задача до 1 января 2020 года трудоустроить, довести долю занятых в общем количестве инвалидов Российской Федерации до 40%. Сегодня в Республике Дагестан на 1 января текущего года в Республике Дагестан 175 600 инвалидов трудоспособного возраста. Из них работает 40 700 инвалидов, это составляет 23%. Это было на начало года цифр. В Союзовском районе на 1 июля 2019 года 8 833 инвалидов трудоспособного возраста. И на 1 июля работающих инвалидов в Союзовском районе составляло 1663. На сегодняшний день, по сведениям центра занятости трудоустроено 583 инвалидов. Задание было трудоустроить 1450. Чтобы нам показали до 1 января довести долю работающих по Хасылковскому району 36,5. В целом по республике нужно было трудоустроить в этом году 28 тысяч инвалидов. Сегодня с этой задачей отдельные наши структурные подразделения справились хорошо. Управление образованием по школам, детским и дошкольным учреждениям. Центр, социальный организационный центр для несовершеннолетних помощь в задании выполнил. Хорошо работает комплекс на центрах социального обслуживания. Остальные, есть где-то 12 глав сельских поселений, эти цифры показали, данные задания выполнили. Завершая совещание, Багаудин Мамаев еще раз акцентировал внимание на сбор налогов. Завершается год и необходимо усилить работу главам сельской администрации по всем направлениям. Это и санитарное состояние, и сбор налогов, отметил он. Продолжение следует...